Мне прислали в Твиттере, как же он называется? А, всё, всё через Ф. Всё. Пишет «Совесть русской нации Виктор Шандарович покидает...» Удивительно, да, что у русской нации, русской совести нет. Удивительно. И чем же... Мне понравилось, там человек написал, что совесть на деньги Гусинского работала, а этот отвечает, чем была плоха критика власти на деньги Гусинского. Сейчас нет Гусинского и критики больше нет. Сейчас нет критики власти? Обхохочет. На деньги Гусинского. Это не деньги Гусинского, это деньги, украденные у народа России. Деньги Гусинского. У Гусинского были какие-то деньги свои? И мне задали вопрос. Шандарович сейчас оформляет гражданство Израиля и так далее. Почему он 20 лет не оформлял? Это надо у него спросить. Он начал теперь оформлять и заявил об этом. Почему? 20 лет был Путин, 21 год. Был Путин 21 год. И не было никакого просвета. Теперь появился просвет, когда Путин должен рухнуть. И Шандарович оформляет. Ну, понятно, что он не слиняет никуда, но оформляет паспорт, чтобы в случае чего сбежать. На какой случай? К какому случаю он готовится? Он тоже готовится к революции. Она ему нахер не нужна. Шандаровичу революция. Вы же понимаете? Ему не нужно освобождение от путинщины. Его все устраивает. Все очень хорошо. 20 лет был путинский режим, и он ничего не оформлял. Все было вон. А сейчас все разваливается, и все они побежали. Помните, когда убили Немцова? Куда они все разбежались? С Латынины, Шандаровича? Бегом нахер все выскочили. Этот в Америку, она еще куда-то убежала. Другие люди тоже поразбежались. И ждали, когда выйдет Путин. Не было Путина. Путин тоже спрятался вместе с ним. Потом Путин вылез, и они тут все появились. Почему? Понятно почему? Потому что это гарант их нормальной жизни в России. Такой, который их устраивает. Как мне говорят, вот, Вячеслав, революция случится, либералы вам не дадут прийти к власти. Какие нахер либералы? Какие недовальщик Шандарович? Кто мне что не даст? Если мы будем с вами, не будет тех, кто нам что-то не даст. Эти все нахер разбегутся. Вы что думаете, они на баррикады, что ли, с нами пойдут? Мне вот рассказывали, вот, ты зря ругаешь Шандаровича, он будет с тобой на баррикадах. И этот будет, вы что, кукукнули, что ли? На каких баррикадах-то вы его увидите? На баррикадах. Так что, я вот на полях написал, зачем Шандарович получает израильское гражданство? Потому что вместе с Путиным заканчивается его золотой век. Так оно и есть. Тимроссейцы и Шандаровичи выйдут. Да, ну, конечно, когда прекращаются последние выстрелы, помните, из щелей выползают герои. Объясните, почему Шандаровичи латыни плохие? Миллион раз. А плохие, потому что они морочат людей. Потому что они пытаются рассказать людям, что революция плохо, что пусть будет лучше херовый царь, чем хорошая революция и прочее, и прочее. Что он когда-нибудь сдохнет, и все будет здорово. Но им-то сейчас здорово. А нам херово. Шандарович может жить в России, может уехать в Израиль. А я в бегах нахожусь. Поэтому у меня нет другого выхода. Но у меня и до этого не было другого выхода. Даже когда я сидел зампредом дума. У меня не было другого выхода, как только бороться за народ России. Поэтому про такую совесть, ну ее нахер. Мальцева, а кто больше, еврей Шандарович или вы? Вообще-то я русский по национальности. А у Шандаровича кто он, вы спросите сами. И я слушаю всех, Латыни Шандарович Мальцева. Вы все говорите одно и то же, только разными словами. Неправда. Вы слышали, чтобы Шандарович с латыни не сказали, что надо Путина на клуб садить? Я это по центральному телевидению говорил. Вы слышали, чтобы Латыни на Шандарович им сказали, что надо делать революцию? Вы слышали, чтобы они сказали, что надо прощать долги, проводить национализацию? Вы что несете-то? Не надо. То, как они на власть кидаются, да? Это как собачка из-под забора лает. Так же. Где так же-то? Если бы они так же сказали, то они больше ничего не говорили. Их бы попросили уехать сразу. Субтитры создавал DimaTorzok